Как говорили в народе, падать боятся, зимой не ходить. Но при современном темпе жизни нам не отсидеться в квартирах всю зиму. Мы все время спешим куда-то, невзирая на гололедицу и мороз. Поэтому ежедневно граждане попадают на больничные койки и укутываются в гипсы из-за травм, которые связаны с зимним периодом. В зимний период чаще всего случаются ушибы, растяжения и переломы конечностей, а также черепно-мозговые травмы. Чтобы избежать этих травм, нужно носить удобную обувь на устойчивой подошве. Мы знаем несколько простых способов, которые помогают обувь сделать не скользкой. Самый простой метод – приклеить к подошве два кусочка обычного лейкопластыря. Как правило, лейкопластырь способен сделать подошву не скользкой, максимум на три дня, зато его легко наклеить заново. Вместо пластыря можно приклеить пару кусочков наждачной бумаги. Самый же надежный способ – это купить в магазине специальные накладки на подошву, которые имеют шипы. Правда, это может быть не очень дешево. Предпочтительней же всего подойти к вопросу собственной безопасности более ответственно и доверить зимнюю пару обуви профессионалу. В обувной мастерской на подошву поставят специальные, малозаметные, не скользящие пластины. Если обувь подвела и случилось упасть, то нужно это сделать правильно. Выделяют три типа падения. Падение вперед, падение назад и падение вбок. При падении надо стараться падать не на выступающие костные части, а на мышечные. Тогда будет много синяков, но не будет хотя бы переломов. Сегодня нам покажет, как правильно падать юный спортсмен Артем Верхолет. Падение вперед. Как только вы осознали, что находитесь в свободном полете и ничего с этим поделать уже нельзя, разогните полностью ноги или немного согните ноги в коленях. Это нужно, чтобы не удариться коленями, иначе будет больно. Согните слегка в локтях и в полсилы напрягите руки. Ждите касания с поверхностью. Сделайте так, чтобы обе руки коснулись земли одновременно. Это вдвое уменьшит нагрузку на каждую руку. Падение назад. Если случилось падение назад, разведите в сорны прямые руки под углом к туловищу около 45 градусов, повернув их ладонями вниз. Положите голову подбородком на грудь. Колени немного согните. И спина должна принять дугообразную форму. Если вы выполните все эти несложные действия, то вы готовы к безопасному падению на спину. Падение на бок. Падение на бок часто возникает, когда вы наступили, например, на скользкую наклонную поверхность с боковым уклоном. При падении на бок наиболее характерны падение на прямую руку и на локоть, что грозит переломом. Чтобы их сбежать, надо сделать так. Почувствовав, что ноги ушли из-под вас в бок, немедленно уберите из-под себя руку, на которую вы падаете. Убрать руку надо вперед, развернув ее вниз ладонью. Рука должна коснуться земли сразу всей своей длиной на долю секунды раньше остального тела, самортизировав падение туловища. Ни в коем случае не падайте на локоть и на выпрямленную руку. Но если все-таки случится травма, то нужно обратиться за медицинской помощью. Сегодня мы идем на консультацию к специалисту, ортопеду Андрею Софьянову. В зимний период количество травм резко увеличивается. Гололедится, неправильная обувь – все это является причинами зимних травм. Доктор, а замечаете ли вы на своем опыте, что зимой пациентов с травмами становится больше? Может быть, есть какая-то статистика, цифры? Конечно. В связи с изменением погоды и с похолоданием, с тем, что выпадает множество осадков в виде снега, становится на дорогах скользко, значит, количество травм обращений в травмопункт увеличивается. Особенно мы замечаем так называемые пиковые периоды обращений, когда погода резко меняется, люди еще не привыкли к такой скользкой, заснеженной погоде. И, конечно, число обращений в травмопункт двоекратно увеличивается. Это может быть в районе 80-90 человек в сутки. Потом ситуация, естественно, стабилизируется, в связи с тем, что люди уже привыкают, как себя вести в такую погоду. И их число стабилизируется в районе 45-60 человек за сутки. Скажите, а какие травмы самые частые в зимний период? Ну, травмы, это все-таки, я бы мог их поделить на две группы. Это по возрастной группе, скажем так. Это люди старшего возраста, которые обращаются больше с переломами. И спортивные травмы, которые связаны с тем, что молодые люди активные идут заниматься на свежем воздухе спортом, с горок кататься на санках, на лыжах. Тут мы замечаем, возрастает количество падений. И связано с этим травм, которые больше относятся все-таки не к переломам, а к растяжениям, ушибам. К вывихам. Ну, как вывихам тоже случается. Доктор, скажите, а какую человек может провести самодиагностику при каких-либо легких травмах, например, при падении? Ну, опять же, все зависит от того, насколько эта травма серьезная. Скажем, тот же самый перелом человек может сам диагностировать, если он случился в районе крупных трубчатых костей, не в районе суставов. Это патологическая подвижность этого места. Что это значит? Это значит, скажем, между голеностопом и коленом у нас большая трубчатая кость, которая интактна, неподвижна, там нету сустава. Вот, это при переломе в этой области мы замечаем, что это место начинает двигаться. Подвижность не в том месте, где должна быть. Не в том месте, где сустав имеется, да. Естественно, это место очень сильно опухает, возникает резкая болезненность, человек не может встать на ногу. С такими проблемами нужно, естественно, обратиться в приемный покой больницы. Доктор, скажите, какие есть современные возможности диагностики у ортопеда? Для диагностики травм имеются, ну, в нашей больнице имеются все, по сути, возможные на сегодняшний день современные способы. Начиная с квалитетного рентгеновского снимка, вот, заканчивая компьютерно-томографическими снимками и магнитно-ядерный резонанс с томографическим обследованием. Все-таки, вот, от простого к сложному. Естественно, да. То есть, обращается человек, у него болит нога, мы начинаем, естественно, делать обычный рентгеновский снимок. И на основе этого мы, если мы подозреваем какую-то более серьезную патологию, то уже идем к более сложной диагностике. Доктор, и в заключении несколько ваших рекомендаций. Как избежать зимой травм? Смотря какой возрастной группе человек относится. Если это пожилой человек, то вот в эти пиковые моменты, когда погода сильно меняется, становится очень скользко, холодно, то по возможности, конечно, желательно на улицу не выходить. Активизировать своих родственников, которые будут в помощь пожилым людям. Вот, это позволит избежать очень много проблем и, естественно, травм. Молодым людям, которые активно занимаются спортом, я бы посоветовал тепло одеваться, дабы избегать обморожений. Одевать удобную и, естественно, не скользкую обувь, не на каблуках. И, скажем так, если человек выбирается в город, да, то маршрут свой заранее продумывать таким образом, чтобы избегать таких очень опасных мест, где можно подскользнуться. Ну, наверное, просто быть осторожным. Естественно, быть осторожным, внимательным. В связи с тем, что сейчас вот у нас погода опять резко поменялась, стало тепло, риск образования вот этих сосулек, тающего снега, и падение его с крыш очень высок. В связи с этим, конечно, нужно обращать на это внимание. То есть смотреть не только под ноги, но и наверх. Внимание и осторожность являются главными средствами профилактики травматизма и не только зимнего. Поэтому, выходя на улицу, особенно когда температура меняется с плюса на минус, будьте особенно осмотрительны. Берегите свое здоровье, боритесь за него. Ваш доктор Борисов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...